Бронзеры и базы Атлетуаль Из этих трех, которые слева, братьев, практически близнецов, я оставлю только самый темный бронзер, потому что он великолепен, он работает так. То есть это жидкая достаточно консистенция, если вам нужно что-то затонировать, он дает вот такое покрытие, реально бронзовое, и когда оно высыхает, оно не смазывается. То есть, видите, да, это интересно, это может пригодиться для замысла, я думаю, что это можно использовать даже как жидкие тени. Так или иначе он остается, а остальные до свидания. Что примечательно, правый, это какой-то крем от Фаберлик. То есть они идентичны, флаконы сделаны на одном заводе, одним разработчиком, работают они совершенно одинаково. Кстати, флакончики очень удобные, если у вас большие тубы с тональными средствами, можно переливать вот в такие, и носить их очень удобно, потому что это всего 13 миллилитров. Под номером 1, Catrice Photo Finish. Красная цена ему 370-400 рублей, ни 500, ни около 500, ни дороже, он не стоит этих денег, это однозначно. У него плотное хорошее покрытие, но никакой лирики, он ничего особо как бы не выровнит, и он просто затонирует. Да, если плотно, то плотно. Но это крем без восторгов, то есть, в принципе, он нормальный для работы, достаточно неплохой, но я не советую его очень хотеть, потому что я его в свое время очень хотела. Мне нравилось сочетание, слово сочетание, фотофиниш 18 часов, я думала, боже, боже. Да, фотофиниш 18 часов, но ничего волшебного он не делает, и уж тем более платить за него бешеные деньги я не рекомендую. Если ценник на этот продукт и вообще на тональные средства Catrice поднимется, я советую просто вам поискать что-нибудь по-престижнее. То есть, это намек как бы на профессиональные вот эти вот слова, но я не сказала бы, что это профессиональный продукт, и вообще даже, что, в общем, вы меня поняли. У меня ботиночки 20 роз беж, стандартный оттенок, могу показать сводч, выбрасывать я его не буду, допользовать я его обязательно допользую, покрытие плотное, да, действительно, видите, да. Ну вот, собственно, и все. Пусть пока работает, пока все хорошо, но никакой лирики, никаких восторгов. Моя любимая сладкая парочка BB-крема от Garnier в оттенках Light и Medium. Их можно смешивать, их можно носить по отдельности, можно накладывать Medium на те места, которые подразумевают затемнение. И Light накладывать туда, где подразумевается высветление. Таким образом, на уровне тональных кремов вы сможете себе сделать коррекцию. Ссори за мой маникюр, у меня ремонт. Просто если вы вдруг увидите это видео через 5 лет, например. Поехали дальше. Они у меня живут в тумбочке, закрыты от солнца. Что-то как-то я их не пользую, появились новые фавориты. Кстати, ссылочка о моих фаворитах декоративных будет под видео. На данный момент фавориты немного изменились, но крем такой иметь стоит. Не для работы, просто... Такой тестер от Evelyn. Долгое время летал по моему кейсу. Он даже еще годен. До... 16-го года. Но просто уже вот как бы... Вот все, хватит. Крем неплохой, нормальный крем, но здесь даже нет оттенков, здесь даже нет ничего. И я думаю, что просто ему уже пора, если он за это время не израсходовался, сколько он у меня жил в кейсе. Я думаю, он уже не израсходуется, поэтому пусть освободит место для нового продукта. Авансцен. Минерал Фундейшн. Вот сложная система обозначений. У них говорят на коробочках обозначения, то есть на самих коробочках. Они идут в бумажной коробочке. Ну, в общем, он однозначно бежит в сторону вот этого средства тонального и селится в моем визажистском кейсе. Для работы. Участвовала в конкурсе Фэберлик. Макияж стиле Секрет Стори и видела такие прям подсвеченные лица. И меня очень интересовал вопрос, чем же мне сказали. Вот двойной агент. Вот это тональное средство. Оно содержит и базу, и тон. Средство неплохое. Я его могу рекомендовать. Если у вас нет никаких проблем с кожей, все в порядке. В общем, окей средство. Но что-то у меня не идет пока. Ну, не знаю. Может быть, просто появились немножко другие пристрастия или другие косметические средства. Вообще, средство неплохое. Я не собираюсь с ним прощаться. Skin Luminizer Foundation от Max Factor у меня в оттеночке 40. Вот уже сколько израсходовала. Я уже показывала его вам. В принципе, его можно использовать и как на работе, так и в повседневной жизни. И для съемок видео, и для того, чтобы сфотографироваться. Сейчас покажу, кстати, свободные руки. Сейчас покажу вам, как он выглядит. Здесь внутри два средства. Они как бы перемешиваются. Когда вы давите на помпу. Сейчас покажу, как оно выглядит. Вот такое вот оно дает. Плотное, поблескивающее покрытие. Отсвечивает немного. Ну, вообще, классно. Мне нравится. Визуально, возможно, на камере не видно, но визуально очень классный эффект. BB крем от Artvisage. Были спорные чувства по отношению к нему. Смотрела, что говорят другие блогеры. И, в общем, все-таки я поняла, какой смысл в него вкладывали производители. Этот крем создает на вашем лице плотную, незаметную пленку. У меня в оттеночке 401. Он также может быть использован, кстати, как база на веки. Как раз потому, что вот эта пленочка не будет позволять ему собираться. Но очень странно слушать отзывы, как говорят, у меня он свозится. То есть, что происходит? Вообще, как нужно им пользоваться? Вы наносите его на руку. Вот. Что-то у меня тут много получилось. Вы наносите его на руку. Вот, например, такое количество. И вот, все, нанесли. Увлажняет? Да. Особо перекрывает что-то? Нет. То есть, если у вас хорошая кожа, и вам не хотелось бы, чтобы вы выглядели намалеванной куклой. Вот есть женщины, которые это не любят. И вот просто нанести вот именно та пленочка, которая в нем содержится, которая образуется потом, когда он подсохнет. Вот почему-то бьюти-блогеры, они начинают делать вот что. Они начинают вот так его тереть. Вот они вот трут, трут и получают вот это вот скатывание. Видите? И потом говорят, а у меня он свозится. Ну, вы же не собираетесь тереть ваше лицо в повседневной жизни. То есть, естественно, ни одна женщина, нанеся макияж, не будет себе его таким образом натирать. Ну, в общем, здесь абсолютно все индивидуально. Абсолютно все. Здесь абсолютно все индивидуально. Ну, в общем, вы посмотрели, как он работает. В целом, если его не натирать, и если его не растирать, и вы не будете получать вот эти вот катышки, да, то, что блогер говорит, у меня он свозится. Ну, так не трите вы лицо! Боже мой! Вот нанесли, покрытие образуется, оно будет с силиконом. То есть, оно силиконового содержащее. Но, зачем его тереть, девчонки? Ну, смысл? Итак, поехали! Диор, 202 оттенок, флюид, диор скин фундейшн. Достаточно приятный запах, плотное покрытие. Если выбираете с Катрисой Диор, конечно, выбирайте Диор. Вполне возможно, вы переплатите несколько сотен, но и клиенту, и вам будет гораздо приятнее. Остался тональничек Just, вот, значит, блам-блам-блам, тональный крем, 105 оттеночек, 105 F. А здесь всё написано, написано, написано. В том числе и то, что производство КНР. Оттенок вот такой. Достаточно жидковатая такая текстура. Я не думаю, что он что-то перекроет. Я просто уже здесь в 26-й слой накладываю. Вот. Ну, запах такой относительно, вот, 105 оттеночек F. А здесь написано, что сделано в КНР. Вот, видите. CC-крем Second Skin, вторая кожа, очень нравился. И слышала много восторженных отзывов. И от Dachy DM. Знаю, что она иногда, вполне возможно, бывает в гостях на моём канале. И у меня, в принципе, ничего против этого продукта не было. SPF 30, всё хорошо. Second Skin, CC-крем. Фаберлик, но, смотрите вот сюда. Вполне возможно, не очень хорошо видно. Но дело в том, что я, даже вот когда у нас есть вот такой вот, да, колпачок прозрачный, у нас есть вот такой колпачок прозрачный. И если вдруг на колпачок по какой-то причине попадает средство тонирующее, то моё глубокое убеждение, что оно не должно каким-то образом въедаться в пластик. То есть, въедаться настолько, что его, причём оттуда, не достать. То есть, можно потереть, можно поцарапать ногтем. Что это? Если бы это был клей, то он бы отколупался. Но это не клей. Это что-то, что впечаталось в пластмассу. А вообще, крем реально очень хороший. То есть, когда я его носила на себе, вдруг случайно вот попало. Я думаю, ладно, пусть посмотрим, как себя будет вести. То есть, ведёт себя крем очень и очень и очень странно. Вот. Видите? Вот. Вот это вот оставшийся крем на пластиковой крышечке, который реально, девочки, он не стирается, не отколупывается ногтем, он не убирается даже с помощью, извините, ацетона. То есть, я уже экспериментировала. И самое, что вот как-то вот то, что меня реально обвело немного в заблуждении, то, что я советую всем обращать внимание, здесь не написано, из чего он сделан. Вот. Помпа шикарная. Всё хорошо. Крем идеальный. Но вот мой экземпляр себя повёл как-то странно. То есть, девочки, если у вас... Вы не обращали на это внимание, но обратите, посмотрите, потому что, ну, это как-то вот неправильно, по-моему. И вот он, мой любимый, ZFK-A02. Обожаю, люблю, не могу. Сейчас покажу, как работает. Если он выдавится... Вот специально синячок. Нет. Вот специально родинка. Вот мы наносим. Special 4, я не знаю. Да, видно. И вот, что он делает. Вот. Родинку он не перекрыл, но кожа, вон, посмотрите, что с ней стало. Это чудесно, просто. Вообще отлично. Обожаю этот крем. Поехали дальше. Вот эти 7 средств, которые вы видите слева, к сожалению, я с ними прощаюсь. Или, к счастью, я даже не знаю. То, что правее, нормально подойдёт для работы. То, что левее, подойдёт для жизни. То, что посерединке. Может, в принципе, пойти и туда, и сюда. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...